Меркова МК-4М Меркова МК-4М – улучшенная версия израильского танка Меркова МК-4, оснащенная системой активной защиты Трофи. Основная цель заключалась в улучшении защиты танков Меркова МК-4 от современных противотанковых управляемых ракет, оснащенных боевыми боеголовками тандемного типа. Производство этого танка началось в 2009 году. В настоящее время Меркова МК-4М является одним из лучших основных боевых танков в мире. МК-4М оснащен модульной броней, которую можно перенастроить для соответствия конкретным угрозам. Нижняя часть корпуса усилена для улучшения защиты от наземных мин. Танк оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, разработанной израильской военной промышленностью – IMI. Он может стрелять различными 120-мм боеприпасами, а также запускать противотанковые управляемые ракеты ЛАХАТ. Вторичное вооружение включает в себя соосные 12,7-мм и 7,62-мм пулеметы. Кроме того, МК-4М оснащен 60-мм минометом. Леопард 2А7+. Леопард 2А7+, является модернизацией Леопард 2А6, вооруженного 120-мм гладкоствольной пушкой Rain Metal с длиной ствола 55 калибров. Впервые танк 2А7+, был показан на выставке Евросаторе 2010 года немецкой компании Krauss-Maffey-Wegman. Леопард 2А7+, представляет собой модульный пакет обновления, который может быть оптимизирован с учетом конкретных потребностей пользователей. Пакет модернизации включает в себя установку на крыше башни боевого модуля с дистанционным управлением FLW-200, компании KMW с пулеметом калибра 12,7-мм, а также 76-мм дымовых гранатометов. Для повышения живучести, особенно от РПГ, была установлена дополнительная пассивная броня по фронтальной дуге, а также вдоль бортов корпуса и башни. Пакет модернизации Леопард 2А7+, вместе с расширенным пакетом бронирования, был разработан и испытан в тесном сотрудничестве с немецкой армией, которая, как ожидается, обновит, по крайней мере, часть своего парка из 225 Леопард 2А6 и 125 Леопард 2А5 до этого стандарта после решения вопроса с финансированием. Тип-10 Тип-10 – новейший японский основной боевой танк. Он был поставлен на вооружение японских сил самообороны 10 января 2012 года. Тип-10 выполнен по классической компоновке. Его экипаж состоит из трех человек. Механик-водитель, размещенный в передней части корпуса, а также наводчик и командир машины в обитаемой башне. Данный танк планируется использовать в горных районах страны и на стесненных участках местности. Основным вооружением танка Тип-10 является 120-мм гладкоствольная пушка, которая создана компанией Japan Steelworks. Также на танк возможна установка орудия L-55 или нового ствола длиной в 50 калибров. Дополнительное вооружение состоит из 7,62-мм пулемета, спаренного с пушкой, и 12,7-мм зенитного пулемета на крыше башни, который может управляться дистанционно. Тип-10 оснащен керамической модульной композитной броней, которая аналогична броне немецкого танка Leopard 2PL. В 2002 году Германия передала Польше в общей сложности 128 танков Leopard 2A4 из запасов немецкой армии. В 2015 году польское министерство обороны выбрало Rain Metal из Германии для модернизации старых танков Leopard 2A4. Обновленная версия была разработана Rain Metal в сотрудничестве с рядом польских компаний. Танк называется Leopard 2PL. Он был впервые публично представлен в 2016 году. У данного танка улучшенная защита брони, улучшенное оружие, прицелы и некоторые другие системы. Однако, несмотря на все улучшения, польский Leopard 2PL не так эффективен, как модернизированный Leopard 2A7+. Танк Leopard 2PL сохранил гладкоствольную 120-мм пушку L-44 своего предшественника. Однако она была модифицирована компанией Rain Metal для обеспечения совместимости с недавно разработанными новыми боеприпасами высокого давления. Также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok